15 июня 2024 года, Выссо Легамсовская. Основной мейнстрим сейчас, который определит очень многие процессы в мире в ближайшее время, это, естественно, события того, что происходит в Швейцарии, возле Лозаннского озера, в этом готеле. 500 метров над уровнем Лозаннского озера, на фуникулёре надо подниматься. Итак, по предварительным данным, ожидается порядка до 100 делегаций, где-то до 90 должны быть так называемые представители государств. Где-то чуть больше 50, это первые руководители, или вице-президенты, или премьеры. Ну так, планируется. Сколько ожидается, сегодня у нас 15-е, вечером должно начаться это всё мероприятие. Сколько приедет, узнаем окончательно. Говорят, цыплят по осени считают, да. Подсчитали и кур во щип бросили, да. Ну вот, давайте мы, как бы, подумаем, что происходит, и чего от этого ожидать. Назвали это очень громко. Зеленский и его корпорация, что это инаугурационный такой саммит мира, формула Зеленского. Ну, обсуждаться будет три пункта, как известно. Это ядерная безопасность, это обмен пленных, дети и продовольственная безопасность. Ну и всё. Поэтому, как бы, никаких инноваций относительно того, что будет принято какое-то решение по тому, чтобы осудить Российскую Федерацию, призвать её освободить украинские территории. Ну, этого не будет. Это уже, как бы, более-менее ясно. Ну, подождём, может, что-то необычайное случится. Может быть, чтобы, примут решение, что Россия должна выплатить репарации, там, один триллион долларов. Нет. То есть, что будет такое очень важное для Украины? Пока ничего. Ну, с точки зрения имиджа, с точки зрения каких-то вещей, определённой международной легитимизации Зеленского, потому что внутри страны он её утратил. Ну, это да, конечно, то, что приедут эти лидеры и будут с ним встречаться, обсуждать эти вопросы, это, конечно, означает, что Зеленский признаётся верховным правителем Украины. Пока. Ну, теперь это вот с точки зрения того, что впервые, собственно, нелегитимная фигура, нарушившая Конституцию Украины, по сути, не сумевшая он и его власти, слуги народа, избежать данной войны, данной мясорубки, что не война, что война не зафиксирована официально. Человек, который своей волей продолжает военное положение и его поддерживают люди антиконституционно избранные на базе его же указа о предыдущем неконституционном избрании этого Верховного Совета, неконституционное решение по роспыску предыдущего Верховного Совета. Это же всё известно. Это константы. Их же выкинуть не удастся. Это пока власть в их руках, это как бы находится вне процесса. Но придёт же время всё равно, они же не будут долго при власти. Ну, а теперь давайте вот, ну, пока Зеленский признаётся всеми. Теперь давайте поговорим вот то, что Зеленский заявил. Приехал он, как известно, уже в этот Швейцарию, встретился с президентом Швейцарии. И дал вчера вечером, 14-го числа, вот он дал интервью. Кому же он дал интервью? Кому он дал интервью у нас? Это итальянскому телевизионному каналу. Где-где-где тут оно у нас? Пока найдёшь тут всё это. Ой, Sky, где же тут этот Sky? А, вот. Италійському телеканалу SkyTG24. Ну, и прокомментируем он этот ультиматум Путіна, российский ультиматум, постійное намагание Путина продолжить войну. Ну, и да, шлях до миру, каже Зеленский, он долгий. Мы имеем дело с террористами, должны идти их наиболее правильным шляхом, базирующимся на статуте ООН, до международного права. Очень важно, чтобы у нас был один базис. И мы так идём. Вот. Не порушившись закону, не порушившись права человека. Ну, это уже ложь. В Украине полностью порушена Конституция. Клятва Зеленского, полностью обман в его инаугурационной речи, отказ от того, всё, что он говорил, когда шёл в президенты и на этой речи, и клятву давал на Конституции, и пальчиком держался за Пересопское Евангелие. Что касается поддержки той или другой страны, або лидера, не зважившись на любые выборы, слышите? Я думаю, что перед всем мы должны брать до уваги, он думает, то есть Зеленский, то, что эти нации и эти народы нас поддерживают. Они имеют право выбирать любого лидера. И это абсолютно нормально. Это нормально, говорит Зеленский. Это и есть свобода, это и есть демократия. Тогда возникает вопрос. Если другие имеют право выбирать, и это свобода и демократия, тогда возникает вопрос, почему в Украине Зеленский установил концлагерь и диктатуру, и фактически тюрьма, и идёт массовое похищение людей, которых хватают. Формально проходят они, типа там мед какой-то, это самое, сколько уже случаев есть, что люди там кончаются, их бросают на полигоны. Там их учат, так сказать. А Зеленский хоть бы съездил так, ну втихаря, чтобы ему кто-то прислал, что люди там на этих полигонах едят, там с утра до вечера. Перловку, овсянку, я как вспомню, я служил в Советском Союзе. Ой, сколько что-то было в день? 81 копейка, кажется, на солдата было. Сейчас, наверное, тоже то же самое. То есть переходят это, надо штырить, воровать надо. Говорит, а это кто? Помните, как эти 12 стульев, да? Говорит, а это дети волжья, голодающие. Говорит, Альхен Крал. Ему было стыдно, но он Крал, да, Зеленский? Ой, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И вот он говорит, что свобода есть, да? Свобода, демократия. Ну, нету никакой ни свободы, ни демократии. Россия использует на месяц 3 200, 3 500 вот этих управляемых авиабортов. Это авиаційные, выключно бьются по населению. Ну, это понятно, да? Чтобы текали. И дальше он говорит, Ну, и дальше он тут про формулу мира, та-та-та. Вот, сегодня на саммите представлены все частины света. Ну, что-то так они не очень представлены. Ну, ладно, это потом, когда уже узнаем, кто приедет точно. Ну, вот тут он интересно дальше говорит. Погляд идеи та лидерство кожного народу для нас однако важливий. И все, про что будет домовлено сегодня на саммите, станет частью такого потребного всем нам миротворчого процесса. Верю, верю, что мы увидим тут на саммите, как творится история. Понятно? Ну, и дальше он говорит, что агрессия не спровокована была. Единый, кто ее желал, это Путин. Так, Зеленский, а зачем же ты ее, так сказать, как же не спровоцировал, если ты ему все время говорил, что нет проблемы, надо жарить шашлыки. Тебе говорили, что он нападет, а ты говорил, нет, не нападет и так далее. То есть опять что-то не сходится, говорит, да, у этих ежиков. Народився в форум, ну, понятно. Кожные нации, а вот же глобальные, это все близко народу. Ну, тут он встретился и говорит, очікувание обговорили мы с этой, что большинство стран поддерживает. Пытания с этой Зоробишвили обговорил, да, это верит, говорит, я впевненный, настанет день, той день, коли Украина та Грузия будут в Евросоюзе разом и назавжди. Ну, блин. Ну, такое наговорил, конечно, вот с Камалой Харри, с вице-президентом. Деньги ж привезли очень, полтора миллиарда долларов дают. Ну, это понятно, да. Цену ему, зусылья, этого его святости, с Соленского патриарха, Варфоломею встретился. В общем, работоспособный, просто роботоголик. Молодец, конечно. Но вот тут он, что важно, он еще сказал, что більшість підтримує державу. Більшість підтримує, понимаете. Вдалось нам разом дати шанс дипломації. А Путін, значит, виноват. Это понятно, світ сильнейший за Путина. Вот, глобальная безпека. И вот идея, однако, важливая, где-то тут есть. Ну, найдете. Где он говорит, что большинство стран прямо вот все підтримуют. Ну, давайте мы это обсудим. Относительно того, кто ж там підтримує, большинство стран или не большинство. Браты до уваги, что вот обирають, вот підтримуют и все. Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что... А, вот. Это он сказал, да, уже ж вот этому интервью итальянскому. Безумовно, Путін, безумовно, безусловно, да, на русском. Путін розуміє, безусловно, Путін розуміє, что будет саммит миру. И дальше, вот смотрите, что большість країн світу на боці України, на боці життя. И напереду дні саммиту, Пиццерене, ну, значим-то, якісь ультиматуми, обстрелы и так далі. Ну, хорошо. Вот давайте ж теперь вот... То есть, вот эти пассажи Зеленского, она правда или неправда? Сколько государств... Ну, очень все просто. Сколько государств, членов ООН? 193 на сегодняшний день. Сколько приедет якобы на саммит? Ожидается, что где-то там, типа, будет 91. Но 193, 91, ну, вот, если разделить, это, ну, никак не больше половины. Правильно? Вот. Потому что даже не больше половины. Он говорит, большинство государств. Ну, выходит, что если приедет, сейчас увидим сколько, ну, никак не большинство. Потому что большинство, это 193, это сколько получается? 100, это 50, 45, это получается 95, это 98. Но нету 98, да? То есть, нету большинства. Даже больше половины нету. Больше половины нету. Ну, хорошо. Идем дальше. Вот открываем еще. Он говорит, что вот Путин, ковровые эти бомбометания. Хорошо. Ну, например, 10 марта, 45-й год. Ковровая бомбардировка Токио. ВВС США сбросили на японскую столицу 1665 тонн бомб. И Напалма. Погибло не менее 80 тысяч жителей. Большая часть вселенских гражданское население. 3 мая 45-го. Британская авиация в Любекской бухте уничтожена. Ну, это корабли, ладно, не будем уже про это. Там, а, во время трагедии, там, кстати, погибло 9 тысяч узников нацистских лагерей. На судах были. Они хотели сбежать. 22 мая 45-й год. В Великобритании по Черчиллю, компании. Короче, вот, ну, там, ладно. Вот давайте вот здесь. Я хочу вам показать. Ковровая Токио. Так, а вот. Авианалет на Прагу. 14 февраля, Зеленский, 1945 год. Около 60 бомбардировщиков. Б-17. Сбросили 152 тонны бомб на густонаселенные Зеленские районы Праги. Погиб 701 человек. Ранено 1184. Все это гражданские лица. Вот. Дальше идем. Бомбардировка Дрездена, Зеленский. 13 и 14 февраля, 1945 год. Во время первого налета вечером 2013 года 244 британских тяжелых бомбардировщиков. Ланкастер сбросили 507 тонн Зеленских фугасных и 374 тонны зажигательных бомб. Зажигательных. Бабать и все. Во время второго налета, который продолжался полчаса, был в два раза мощнее первого. На город упал 529 самолетов сбросили 965 фугасных тонн, 800 тонн зажигательных. Слышишь, Зеленский? Не Гитлером тут совсем не пахло. Бомбили американцы, бомбили по полной программе. Разрушения превысили площадь зоны сплошных разрушений в Дрездене, красивейший город, я там был несколько раз, в четыре раза видел разрушенные эти города американцами и англичанами. Превысило атаковую даже в Нагасаке после ядерной бомбардировки США. 9 августа 1945 года Зеленский. На большей части городской застройки разрушение 75-80%. Ну, тут все же описано, все зафиксировано. 17 апреля Зеленский, 1944 год, бомбардировка Софии, американские удары с воздуха, разрушено 12 657 домов, убито свыше 4,2 тысяч мирных жителей Софии. А как вам, ребята, нравится, да? 16 и 17 апреля 1944 год, бомбардировка Белграда, Югославия, его-то за что бомбили? Погибло тогда 2000 мирных жителей, около 1000 человек, различные ранения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Зеленский, Шикельгрубер, то, конечно, он много разрушал, но не он придумал ковровые бомбардировки, а твои нынешние союзники США, Великобритания и прочее, понимаешь, нет? Врать не надо, но вы бы его как-то готовили бы, кулеба там, вот этот, зачем туда себе у этого послали, других этих всех. Ну, очень тяжело, когда во главе страны стоит актер, шоумен, без образования, без знаний, без интеллектуальной компетенции и подготовки, понимаете? но прекрасный актер, он может на ходу, как говорится, придумывать, что хочешь, что хочешь, какой надо, такой и сыграем, понимаете? Но позорище страшное, это ж он дает итальянскому этому масс-медио, они ж там тоже не балбесы, они ж все это легко знают и проверят. Представляете, какое позорище на весь мир? И вот это ложь, привычка ко лжи, и он думает, что, ну, вот еще раз говорю, народ, как говорит, ложью мира победешь, обратно, Зеленский, не вернешься, вместе с Ермаками и прочими. То есть, фактически, речь о чем идет, что Зеленский некомпетентный человек, абсолютно неподготовленный, по своей природе он совершенно не различает где правда, где ложь. Поэтому он полностью себя дискредитирует. Ну, ладно бы себя, он Украину дискредитирует. В конце концов, мы это видим уже на этом саммите. То есть, саммит, естественно, по итогу, он провальный. Просто, да, хорошая подготовка, да, вот все. Путин же такого не может собрать, правильно? Конечно же, будут какие-то попытки, коммунике, наверное, какой-то будет. Ну, знаем, это ж не долго ждать. Завтра все уже будем и так знать. Сколько приехало, как это все будет проходить, какие, ну, с какого континента, сколько стран, какие лидеры и так далее. и тогда станет понятен итог. Поэтому вот я бы таким образом охарактеризовал. То есть, Зеленский уже столько наговорил, уже настолько, как бы, опять продолжил свою вот эту вот риторику совершенно, абсолютно некомпетентного подхода. я думаю, это полная будет дискредитация. Да, его поддерживают. Поддерживают почему? Потому что он отлично использует народ Украины в борьбе с Западом, своим, одним из главных сегодня противников. То есть, для Запада главный противник это Российская Федерация, в данном случае Путин и коммунистический Китай. Ну, Иран тоже будет. Вот. Поэтому, конечно, ну, где такого найдешь, парня, чтобы уничтожал полностью свой народ, чтобы людей не выпускали из страны по тому, что у них есть паспорт этой страны. Их не выпускают. На каком основании? Вот так придумали и все. Не выпускать. Если это не диктатура, если это не порушение всех прав и свобод, то что такое диктатура и что такое тирания? Ну, тем не менее, Запад это очень классно все съел и доволен. Ему Зеленский очень нравится. Ну, вот видим это все до времени. Сколько веревочки не видится, а конец все равно же будет. Этот конец уже виден. До новых встреч!